Доброго дня, дорогие друзья и слушатели нашего онлайн-лектория. Я с радостью представляю вам нашего следующего гостя. Иван Горлов, археолог Центра морских исследований МВУ, ученый секретарь комиссии по речному, морскому и подводному наследию Московского областного отделения Русского географического сообщества. А тема лекции – «Зачем археологу акваланг? И где искать Атлантиды?» Действительно, Иван, где и зачем? Вам слово. Добрый день, уважаемые слушатели. Я сейчас отключу видео, чтобы трансляции и звук проходили лучше, и мы начнем. Сегодняшняя лекция посвящена области знания, находящейся на стыке археологии и наук об океане – подводной археологии. Чем же занимается подводная археология? Подводная археология – прежде всего археология. Археология же – наука о материальных остатках. Ее задача – восстанавливать события и условия жизни человека в прошлом на основании предметных свидетельств, материальных остатков. Характер объекта, с которым имеет действие археология, определяет и преобладающие методы и типичные условия работы археолога. Археолог вынужден опираться на факты и, в первую очередь, те материальные свидетельства, которые ему оставили века. Работая как детектив и криминалист, археолог восстанавливает события прошлого. Подводный археолог работает с теми остатками, которые по ряду причин оказались под водой. Несмотря на общую с классической археологией методологию, особенности среды и объектов, с которыми сталкивается подводная археология, заставляют выделить ее в отдельную область знания. Со многими вызовами, бросаемыми ему природой, человек уже сталкивался в прошлом. И для того, чтобы лучше понимать будущее, нам необходимо понять прошлое. Наша планета непостоянная. На протяжении всей своей истории человечество приспосабливалось к меняющимся условиям жизни. Изменялись климат, рельеф, фауна и флора. Появлялись и исчезали жизненные пространства. За короткий период рушились тысячелетние уклады. Вообще известно, что человечество выросло на берегах рек и морей, озер и океанов. Водные пространства стали человечеству источником воды и пищи, защитой от врагов и источником чудовищных катастроф, магистральными расселениями и непреодолимыми препятствиями. За время существования рода хомо климат и ландшафт Земли несколько раз существенно менялся. Причиной тому были циклические изменения температур, оледенения. Концентрация льда в ледниковых щитах приводила к оголению огромных пространств шельфа. Обширные травянистые тундры были заселены мегафауной, в соседстве с которой питали наши предки. На данном слайде вы можете видеть отмеченные красным области шельфа, которые никогда были сушей. Мы говорим о времени последнего ледникового максимума порядка 20 тысяч лет назад. В периоды максимального оледенения море отступало до глубины порядка 135 метров относительно современного уровня. Однако мы не можем механически сказать, что какая-то точка планеты была в то или иное время на определенной глубине. Ледниковые изменения сопровождались подвижками земной коры, происходившими под влиянием веса ледяных шапок. Локальные геологические события, оползни, землетрясения, цунами тоже вносили свой вклад. Некоторые приполярные территории, пригодные для обитания в Ледникове, при потеплении в буквальном смысле растаяли, так как их основа была сложена ископаемым льдом, перекрытым слоем осадков. На этих территориях росла трава, существовала травянистая тундра, паслись мамонты и, вероятно, жили охотники, которые охотились на этих мамонтов. В историческое время, когда основывались шумерские города в Междуречии, на глазах живших тогда людей происходили события, нашедшие отражение в эпосе Азиусудре, шумерском предтече Образценоя. В то время, как в Средней Анатолии процветал Чаталхиюк, и спустя больший отрезок времени после сооружения Гебек-Летепе, чем нас отделяет от пирамид, произошел гигантский оползень Сторегга, вызвавший цунами, которое буквально смыло процветающие долины Доггерленда. На глазах сознательного человечества происходили масштабные геологические события, сформировавшие Балтийское море. Мы не знаем, кто и когда впервые использовал плавательное средство, вероятно, это было удобное бревно или надутая шкура, но находки долбленок и наскальные изображения позволяют нам говорить о том, что 10-12 тысяч лет назад человек использовал лодки для передвижения в обле рыбы. Первоначально, по всей видимости, это были долбленки, а может быть, каркасные лодки, подобные лодкам эскимосов. К сожалению, каркасные лодки практически не сохранились до наших дней, и археологических свидетельств о том, что такие лодки использовались ранее, с исключением маскальных рисунков на сне. Рождение моря всегда было сопряжено с риском. Скифского царя Гнура, который на вопрос «Кого в мире больше, живых или мертвых?» ответил вопросом «А кем считать плывущих?» Бореходы неизбежно гибели вследствие коварства течений, развивались оскалы, уносимые ветром скитались по морю. Морские сражения отправляли на дно многие сотни судов. Все эти следы хранятся как свидетельства истории на морском дне. К настоящему моменту на дне покоится более трех миллионов судов, многие из которых оказались на дне за считанные минуты и запечатлели, как снимок, жизнь людей на корабле. Начало лихорадки, которое привело к оформлению подводно-археологической науки, положило обнаружение 4 апреля 1900 года греческими лоцами губок острова Антикифера или Антикитера, россыпи скульптур, которые первоначально приняли за жертв коронавирушения или кладбища. Антикитерский корабль подарил нам крупнейшую в мире коллекцию бронзовых античных скульптур и уникальный образец античного технического гения — антикиферский механизм, астрономический калькулятор, изготовленный около 87-го года до н.э. В ходе исследований было установлено, что корабль по материалу, конструкции, литировке и характеру груза соответствует тем судам, на которых римский военачальник, диктатор Сула, вывозил награбленные в Греции произведения искусства в Рим. Позднее удалось сопоставить кораблекрушения с записями о потере одного из кораблей Сулы у острова Антикифера. Любопытно, что застолье до обнаружения кораблекрушения в непосредственной близости разбилось судно «Ментор», принадлежащее лорду Эльжину, ценителю античных произведений искусства, имеющего в истории дурную репутацию в части обращения с памятником. «Ментор» следовал из Афин в Англию с грузом, купленным Эльжином греческих произведений искусства, когда по стечению неблагоприятных обстоятельств «Разбился» отстал Антикифера. Экипаж и основную часть груза, к счастью, удалось спать в губах, нырявших в Ленингоду. Совпадение между кораблекрушениями Антикиферы, произошедшим в первом веке до нашей эры, и кораблекрушения «Ментора» заставили археологов задуматься о том, что существуют опасные районы судоходства, и что жертв кораблекрушений нужно искать в таких районах. Нельзя сказать, что антикиферские раскопки были вообще первыми попытками достать деревности из-под воды. Каламбур в том, что древние сами периодически доставали сокровища моря и знали о человеческих сооружениях, покоящихся. Нырявщик — одна из наиболее древних профессий, освоенных человеком, убережьей, питавшейся моллюсками и рыбой. Археологические свидетельства от Литьяма позволяют нам говорить, что как минимум 8-10 тысяч лет назад такие люди жили на территории современного Израиля. Из исторических источников известно, что водолазы-ныряжщики добывали со дна моря раковины еще 3-4 тысячи лет до н.э. Особняком стояла профессия военного ныряжщика. Эти люди могли решать хоть целых сражений и обладали, по всей видимости, незаурядной подготовкой. Так, например, греческий ныряжщик Скильвяс и его дочь Гидна решили исход от реки Персидской войны, перерезав швартовые у персидских кораблей к сердце. На пике римского могущества военные водолазы имели кожаные костюмы, во многом сходные по конструкции с современными шланговыми аппаратами. Однако с падением империи исчезло на долгие годы искусство военного водолаза. Кроме того, например, в Римской империи была должность якорного ныряжщика, задачей которого была установка корей и снятия их в случае их зацепа. Оснащение техника погружения у ловцов губок оставались неизменными с древнейших времен под до 20 века. Зажав в руках камень весом около 15 кг, скандалопетру, вы можете видеть его справа на слайде, ныряжщик на сдержке дыхания отправлялся под воду на время около 5 минут. Профессиональные пловцы могли задерживать дыхание до 7-10 минут. Также они часто прокалывали себе барабанные перипломки, чтобы экономить силы и время при погружении. Почти за четверть века до 1876 года Почти за четверть века до обнаружения антикиферского судна одним из первых целенаправленных подводно-археологических разведок были произведены по инициативе Владимира Ивановича Чернявского, задействовавшего ныряжщиков для зарисовки строения на дне Сухунской бухты. Директор Феодосийского музея древностей, русский швейцарец Людвиг Петрович Калли произвел обследование Феодосийской бухты с привлечением профессиональных водолазов в 1905 году. Кабеж. И навесли памятнику огромный, казалось, непоправимый урон. При поднятии ценностей водолазы хватали только предметы, выглядевшие дорого и презентабельно. Никто не обращал внимания на взаимное расположение предметов, не заботился о сохранности второстепенных, на первый взгляд, артефактов, бытовых вещей. Понадобилось еще несколько экспедиций, произведенных спустя более чем полвека, чтобы установить обстоятельства и время гибели судна окончательно. Очень похоже, кораблекрушение было обнаружено ловцами губок берегов местечка Магде в 1907 году. Главное отличие состояло в том, что приглашенный французским адмиралом Жаном Вамом постарался организовать работы с учетом ошибок антикиферы, подобно работам на суше, с описанием расположения находок и послойной разборкой. К сожалению, работы все так же осложнялись тем, что археолог присутствовал на судне, единственными его глазами были слова водолазов. Водолазы же, не обладая специальной подготовкой, не всегда могли распознать тот или иной объект. И, например, как это было при работах на антикиферском кораблекрушении, приняли часть фриза Парфенона за каменные глыбы, которые были подняты гораздо позже, когда уже стали обследовать остатки тех работ, которые были выполнены в начале века. Учет ошибок антикиферы и упорные пятилетние исследования позволили установить Тольфредо Мерлену, что судно, как и известное по антикифере, везло награбленное из Афии имущество по приказу Суллы. Штормом было отброшено к берегам Африки и затонуло, не выдержав бортовые качки. Надо сказать, что это был весьма большой по античным меркам корабль длиной порядка 40 метров. На его палубе располагалось 6 рядов колонн длиной до 24 метров. Практически он вез разобранный храм из Греции. Интересными были работы, произведенные в 1909 году при подготовке инженерных работ на озере Лохнес преподобным Ода Бландовым, когда им были обнаружены остатки крана на гротах, вставленных в России, подобных обнаруженным ранее в Швейцарии на Цюрихском озере. Позже донером раннего этапа подводной археологии стали раскопки лодок озера Неми, принадлежащие Каллигуле. О том, что на дне озера покоятся лодки, было известно давно. На протяжении почти 500 лет неоднократно предпринимались попытки спуститься на лодки или поднять с одной вещи, приведшие, однако, лишь к повреждению остатков. С пришествием к власти Муссолини раскопки приобрели идеологический смысл и были осуществлены, несмотря на колоссальную затратность. Для исследования лодок вода из озера была откачана, а лодки перемещены и построены специально для них музеи. К несчастью, в 1944 году музей был сожжен перед вступлением войск вермахта, причем нам до сих пор так и неизвестно, что стало причиной пожара, действия вермахта или случайный американский снаряд, попавший в музей. Одним из первых пионеров подводной археологии, чьи идеи во многом опередились в свое время и развитие которых было, к сожалению, прервано Великой Отечественной войной, был Рубен Абгарович Арбелли. Одним из первых в мире, задолго до озвученных на Западе идей, он обратил внимание на необходимость обучения профильных специалистов, археологов-подводников. Под руководством Арбелли были осуществлены подводные обследования Херсонеса, Ольвии, поднят в бухтке Челу. Как видно из истории подводных исследований первой половины XX века, критическими были ограничения водолазной техники, ограничившая возможность работы профессионального археолога непосредственно под водой. В таких случаях было немного, именно с этой точки зрения, интересной работы Ода Бландова, когда он сам не спускался под воду в парусиновом водолазном костюме. Маневренность водолаза делала практически невозможным подводные разведки. А его неуклюжесть часто приводила к повреждению артефактов. Большие облака ила и придонных осадков осаждались на иллюминаторах и полностью превращали работу подолаза в работу на ощупь. Ситуация изменилась с изобретением Мирим Ганьяном Жаком Макустор-Кваланга. Автономных аппаратов для работ под водой Автономные аппараты существовали и раньше. Так, известны дыхательные аппараты регенеративного типа, изобретенные Генри Флюсом, использовавшиеся английскими водолазами с конца XVIII века, представлявшие собой мешок непроницаемый, в котором была уложена веревка с гидроксидом калия, поглощавший углекислый газ, и небольшой сосуд с кислородом, который пополнял дыхательную смесь. Однако аппараты Флюса не были пригодны для работы на глубинах, а также имели большую сложность в обращении и низкую надежность. Изобретенные незадолго до кусту аппараты и влеприера требовали ручного управления подачей воздуха с помощью вентиля и не давали полной автономности, хотя они первые применили дыхательную маску. Акваланг жидал водолазу невиданную до сели свободу и комфорт. Первые работы с использованием акваланга, пусть и не очень удачные по итогу, были произведены кустов в 1948 году при обследовании порта Карфагена. Тени на аэрофотоснимках французских летчиков оказались всего лишь полосами ила, а не древними стенами. Говоря об основных вехах становления подводной археологии, нельзя пройти мимо кораблекрушения у мыса Геледония. Во-первых, потому что это одно из старейших до обнаружения в 1982 году в том же районе другого финикийского судна, но несколько сот лет старше, известных нам затонувших парусных судов. Во-вторых, поскольку у нас была партой глицов и плеяды отцов подвозной археологии Средиземноморья, Питера Трокмортона, при непосредственном участии, кого было обнаружено это судно, Джорджа Басса, последствий написавшего один из учебников по подводной археологии, Оннер Фрост, одной из первых женщин подводных археологов, Джоанн Дюплатт Тейлор и другие. В-третьих, это были первые работы, при которых было решено обучить профессиональных археологов техники водолазных спусков, а не использовать сторонних водолазов. Благодаря опыту профессионального навоенного ныряльщика, организовывавшего спуски, за весь ход работ, а в ходе работ было произведено более двух тысяч погружений, не было ни одного серьезного нештатной ситуации, несчастного случая, с исключением одной баротравмы колена. Решения, примененные при организации работ и реализованные в ходе раскопок на долгие годы, стали стандартом подводной археологии. Подробно процесс работ на этом кораблекрушении освещен в книге Джорджа Басса «Подводная археология», с которой вы можете ознакомиться. Спустя чуть более двух десятков лет, недалеко от упомянутого кораблекрушения, Джорджом Бассом, невестом еще пресловутых ловцов-губок, которые, как незримые теневые воины, всегда присутствовали при подводно-археологических находках и раскопках и выполняли самую тяжелую работу, было обнаружено еще одно кораблекрушение, о котором стоит упомянуть. с этого комплекса и отработанной ранее методией короскопок перевернуть представление о масштабах торговли и географии торговых путей. Так, меня слышно было? Мне напишут, что у меня отрубалась связь. Иван, все в порядке? Слышно, да, периодически? Хорошо. Спасибо. Торговые крушения Ум-Сакаш датируются 1300-ми годами до нашей эры. Море очередной раз удивило исследователей. В числе находок была обнаружена золотая печать Нефертики. Тюмы содержали товары со всех концов известного тогда мира. От Балтики до Индии, от Эфиопии до Анатолии. Янтарь, медные слитки, оловянные слитки, пряности, дерево, керамика. Это лишь малый перечень товаров, который содержался на борту. Слоновая кость, влаговоние и так далее. В 2005 году с соблюдением технологий была построена реплика судна для проверки мореходности и наблюдений за формированием археологического комплекса. После плавания по восстановлению маршрута судно было затоплено недалеко от места крушения оригинала для наблюдения за процессами разрушения на морском дне и образования подводно-археологического комплекса. Стоит оговориться, что в классическом смысле в подводной археологии часто отсутствует культурный слой, как в наземной археологии. И возникает понятие археологического комплекса, комплекса кораблекрушения. Когда ряд событий, изменивших или переотложивших судно, приходится восстанавливать по взаимному расположению судна, частей судна, других судов, которые очень часто в силу того, что суда гибнут в похожих условиях, в похожих местах, оказываются рядом и зачастую это становилось основой для ошибок или мистификации в подводной археологии, когда за раскопки одного судна принимали комплекс разновременных обломков. Причем, поскольку очень часто не сохраняется деревянный остов, а об очертаниях судна можно судить только по грузу, если эти части были перемешаны, то на самом деле сложно установить, сколько же было на данном месте погибших кораблей и кому какой груз принадлежал. Подводные памятники несут уникальную информацию. Да, вот, кстати говоря, это разрез корабля, на дне был уложен хворост, который предотвращал повреждения груза и реплику корабля, еще одну, и многие из находок вы можете с ними ознакомиться в Турции в музее подводной археологии Бодро. Да, подводные памятники несут в себе уникальную информацию, недоступную нигде более. Во-первых, это свидетельство древнейшего расселения человека. Во-вторых, как суток времени, корабли и города, ушедшие на дно за короткое время и сохранившие жизнь в застывшем виде. Археологи редко сталкиваются с готовыми вещами с археологией повседневности, и любая такая находка становится нарезованным, поскольку обычно сухопутным археологам приходится иметь дело либо с гробницами, либо с покинутыми, сожженными городами, либо с помойками. В-третьих, данная среда способствует уникальному сохранности различных материалов, в первую очередь органики. В-четвертых, у нас сохранилась действительно излучайно малая информация о конструкции судов прошлого. От финикийцев до поморов. Флот всегда был один из самых наупоемких отраслей хозяйства, и секреты строительства судов охраняли учреждения судов. С другой стороны, хозяйственная суббота, имея общий принцип, по-видимому, не возникало потребности их описывать. Так или иначе, исторические сведения крайне скудны, и практически все, что мы знаем о конструкции судов прошлого, мы знаем благодаря археологии. К сожалению, изобретение Акваланга ускорило не только изыскание ученых, но и дало новый инструмент охотникам досокровищем, грабителям морей. Причем их усердие и скорость намного превосходят возможности археологов. Ситуация с разграблением усугубилась с изобретением и распространением дистанционных средств поиска, генетометров, эхолотов, эхолокаторов, позволяющих за короткое время обследовать большие территории и точно локализовывать кораблекрушения. Все это побудило мировую общественность разработать и принять в качестве международного стандарта нормы о сохранении подводного наследия. Всего ряда причин процесс растянулся более чем на 20 лет и завершился подписанием в 2001 году Конвенции ЮНЕСК о охране подводного наследия. Конвенция дает определение подводного наследия и устанавливает принципы его изучения и сохранения. Так, к этим принципам относятся обязательства сохранять подводное культурное наследие. Сохранение ин-ситу, то есть в среде, в качестве первого варианта, поскольку поднятие и консервация часто приводят к потере контекста и потере самих находок, поскольку долговременное пребывание в преддонном слое и подводное наследие оказывает влияние на ход в среду, они очень часто разваливаются и рассыпаются в прах. Отказ от коммерческой эксплуатации подводного наследия, в частности, здесь речь идет в том числе и об хладоискательстве, обучении и международный обмен информацией подводного наследия. Кратко коснемся категории подводного наследия, поскольку подводное наследие крайне многообразно и каждый памятник требует уникального подхода, но существуют тем не менее общие принципы в изучении и сохранении схожих объектов. Для удобства были выделены следующие категории. Затопленный транспорт, сюда относятся корабли и самолеты, поскольку за рубеж принято 100 лет, а с момента изобретения самолета уже прошло больше 100 лет, то, по-видимому, скоро самолеты 20-30-х годов тоже попадут в категорию подводного наследия из категории научно-технических памятников. Затопленные поселения. Сюда относятся как поселения, которые попали под воду вследствие из-за статического поднятия уровня океана, то есть одновременного во всех точках шара, так и вследствие каких-то коллапсов, катастроф, медленно или быстро осевшие туда, попавшие под воду вследствие затопления человеком больших площадей при строительстве гидротехнических сооружений. Затопленные инфраструктура, к которой относятся порты, специальные рыбные ловушки, военная инфраструктура, например, частоколы, переграждавшие входы в гавани и так далее. Затопленные палеоландшафты. Отдельная обширная категория, которой мы коснемся чуть позже. Отдельную категорию также можно выделить затопленные пещеры в силу того, что они обладают большой спецификой в обследовании и требуют специальной подготовки. К тому же их поиск и локализация гораздо более затратны, чем даже поиск места обитания человека на затопленных палеоландшафтах. Кроме того, на стыке океанологии и археологии складывается новая технологическая и наукоемкая отрасль, получившая название археологической океанографии. Эта часть науки занимается изучением океана методологическим аппаратом океанографии, но ставит перед собой задачи археологии. В основном она касается тех глубин, и непосредственная работа человека уже невозможна. Данная отрасль часто дает нам уникальные находки. Так, например, мы говорили, что один из старейших кораблей, это был финикийский корабль, этот корабль чуть-чуть младше, ему не 4 тысячи, не 3 тысячи лет, ему 2,5 тысячи лет, но тем не менее, он чрезвычайно хорошо сохранился, но расположен на очень большой глубине, на 2 тысячах километров, на 2 километрах под ниже уровня моря, и находится в сероводородном слое Черного моря, его изучение никаким другим образом, кроме как с применением дистанционных методов и робототехники невозможно. Вернемся к изменениям, происходившим с нашей планетой за несколько десятков тысяч лет до нашей эры. Периоды похолодания бительностью в несколько сот миллионов лет называются ледниковыми эрами. Они, в свою очередь, состоят из ледниковых периодов, ледниковых периодов состоят из эпох похолоданий глициалов и потеплений интерглициалов. Со временем выхода из предков человека гоминид за пределы Африки именовала 8 глициалов. Похолоданий и потеплений работали как гигантский насос, понождающий человека двигаться вслед за меняющийся среду шириной речной долины и заливой моря. Как уже было сказано, человечество в своем развитии тесно было привязано к береговой линии, поэтому значительная часть свидетельств расселения человека по планете лежит на шельфе под толстым слоем морских осадков. Огромные древние страны поглощены морем и трансформированы движением тектонических плит. Доггерлэнд и Берингия, охотия Неппанида, Сунда и Сахул, Санта-Роза, реальные анимифические Атлантиды. Более 10 тысяч лет назад пролив Ла-Манш был долиной реки, протекающей при территории нынешней отмели Доггер-банка. Археологические находки в Северном море однозначно дают нам понять, что банка Доггер это остатки некогда заселенного острова, образовавшего вместе с британскими островами своеобразный рай для охотников и рыболовов. Около 6 тысяч лет назад гигантские подводные оползи с торога, сошедшие у берегов Норвегии и переместившие более 3 тысяч кубических километров грунта вызвал цунами, опустошившие Доггер и существенно изменившие рельеф. На протяжении следующих 1-2 тысячелетий банка Доггер полностью исчезла под водами Северного моря вследствие подъема воды из-за таяния ледников. Около 11 тысяч лет назад обширные пространства Берингового моря скрылись под волнами, разрушив сухопутный мост, существовавший до этого за 28 тысячелетие до нашей эры. Надо сказать, что Берингийский мост образовывался и ранее, но не был освоен более ранними предками человека. Однако служил мостом путем для обмена флоры и фауны между Америкой и Азией. Суровые условия Берингового моря до сих пор являются существованием предоставления подводно-археологического обследования этой территории, если исколь существуют находок, сравнимых с Доггерлэндом. Однако археологические свидетельства сухопутной археологии совершенно красноречиво говорят нам, что в период как минимум с 20 тысяч лет назад человеком предпринимались попытки пересечь Берингийский мост. Самые последние находки в пещерах американского континента дают основания полагать, что Берингия могла быть освоена существенно ранее, вплоть до 30 тысяч лет назад до последнего ледникового максимума. Множество вопросов ставят перед будущими исследователями регион охотия, лежащий чуть южнее рассматриваемой нами области. К сожалению, личного изображения охотия не найти удалось. Давайте вернемся к первому слайду. Краешком ушка здесь видно вот здесь вот часть шельфа, которая в последний ледниковый максимум была сушей. Задолго до этого в предыдущей ледниковой эпохи значительная часть более глубоко лежащих слоев охотии также являлась сушей. Значительная часть дна, формирующего посидения охотского моря, сложена корой материкового типа, имеющий в отличие от морской значительную толщину. На дне охотского моря отчетливо выделяются древние береговые линии. Однако охотия, как и другая затонувшая область этого региона Нипонида подверглась мощным тектоническим преобразованием, вызвавшим погружение отдельных участков древних береговых линий в пройденные глубины полтора китовая метра. Парминки диктайской культуры в Восточной Сибири, датируя островах Верхотеанского побережья Америка, позволяет более уверенно говорить о прибрежном пути расселения древнего человека в Америку, двигавшегося вдоль южной границы существовавшей тогда суши. Весьма вероятно, что часть пути человек продел и по территории охоти. Находки времен Палеолита, датируемые более чем 36 тысячами лет, обнаруженные на японских островах, а также ряд спорных свидетельств, датируемых под 200 тысяч лет, совершенно однозначно дают нам основания говорить об обитаемости и другого древней Атлантиды, Непониды в те времена. Непонида располагалась между современной Японией и Корейским полуостровом. Очень небольшая с сравнением с Беренги или Охоти, очень большой участок суши, тем не менее чрезвычайно важный для попадания человека в Японию и расселения этого региона. Ждет своих исследователей и Атлантида Зонского шельфа Сунда или Сундаленд, с которым неразрывно связано заселение Австралии и расселение протоавстралоидов по островам Юго-Восточной Азии. Потомками протоавстралоидов по всей видимости являются ныне живущие народности Венеды и жители Андаманских островов. У последних нам есть чем учиться. Во время цунами 2004 года, умершего жизни более 4 тысяч местных жителей, не погиб ни один коренуэндаманец. Несдолго до цунами они все собрались и поднялись в горы. В нынешний момент археологам не удалось провести на территории Зонского шельфа комплексных исследований, подобных тем, что проводились на банке Доггер. Однако известные среды присутствия человека на Яве датируются от примерно миллиона до 100 тысяч лет и никакими другими путями, кроме как путешествия по долине Палеомиконга, реки, протекавшей по региону Сунда, человек попасть сюда не мог. Расположенная вблизи вулканов Огненного Кольца, благодаря обильным осадкам, превратившим вулканические отложения богатой почвы, земля Сунда стала одним из мест с самым высоким в мире разнообразием. Один из путей миграции древних людей после выхода из Африки пролегал через побережья Аравии, Индии и Сундалэнда. Поднимающиеся воды Мирового океана начали поглощать Сундаванда примерно 19 тысяч лет назад и окончательно поглотили примерно к 5,5 тысячам лет назад, оставив цепочки островов и вынудив местное население искать новые места для жизни. Интересно, что около 5,5 тысяч лет до нашей эры или 7,5 тысяч лет назад возникают первые города Шумера, чья мифология называет прародинное человечество далекую островную страну Гельмун, лежащую на юге и обладающую чертами рая. Масло в огонь добавляет тот факт, что культура земледелия первых Шумер больше походила на культуру выращивания риса на холмистых террасах, нежели в низменных болотах Междуречья и вполне могла сформироваться в условиях Сунды. Здесь же на Сунде, по мнению ряда исследователей, произошел переход предков человека от собирательства к земледелии. Линия Олеса, проходящая между островами Борнео и Сулавеси, Бали и Ламбок и разграничивающая азиатские и австралийские фауны и флору, по всей видимости, оказалась непреодолимой для человека прямоходящего, но не наших прямых предков. Огромное пространство шельфа Сахул во времена заселения Австралии первыми людьми порядка 40 тысяч лет назад также были сушей. Таким образом, первые поселенцы первоначально ступили на земли Сахула и уже позже Благодаря развитой австралийской школе подводной археологии исследования австралийского шельфа принесли более впечатляющие результаты, чем безмолвие сунды. На сегодняшний день обнаружены остатки рыбохозяйственной инфраструктуры древних австралийцев, каменные орудия и кухонные кучи керкен-мединги. Это кучи, которые образовались из большого количества рыбных костей, остатков моллюсков, створок моллюсков, которые были употреблены в пище. Находки австралийских археологов датируются на сегодняшний момент всего лишь 8-7 тысяч лет назад, но есть надежда, что в скором времени мы получим и более древний результат. В контексте рассказов о подводных доисторических территориях нельзя не упомянуть о местонахождении Атлетьян на берегов Израиля, ставшего для подводной археологии доисторического времени аналогом кораблекрушения у мыса Геледония. Атлетьян одно из наиболее хорошо сохранившихся и изученных подводных доисторических поселений, принадлежало группе людей, занимавшихся ловлей моллюсков и рыбы и выращиванием некоторых культурных растений. Ушные отверстия у черепов обнаруженных в захоронениях имеют костные наросты, характерные для людей, страдающих простудными заболеваниями уха и профессиональных ныряльщиков. Находки специальных строений и долгоносиков паразитирующих на злаковых своеобразного пыльцового комплекса, а также мельничных жертвеновов дают основания полагать, что они выращивали или обменивали зерна. Раскопки Атлетьяма стали школой подводных палеолитчиков и образцом комплексного подхода подобного рода памятника. Современная подводная археология активно обращается за помощью другим отраслям научного знания и технологий. Акустика и геофизика помогают выявлять памятники на обширных пространствах морского дна. Работотехника достигает тех мест, куда не может попасть человек и выполняет рутинную работу по обследованию площадей. Палеогенетика и науки об анализе веществ вытаскивают незримые сведения из фрагментов вещей и среды. Компьютерные методы обработки графической и статистической информации позволяют фиксировать и анализировать весь комплекс, получаемый археологами данных. Невозможна работа археологов и без тесного контакта со специалистами в области смежных наук об океане. Археологу постоянно приходится связываться с палеогенетиками, палеоклиматологами, геологами, опираться на данные бурений, на данные глициологов и разбираться в огромном пласте проблем, особенно если мы говорим об археологах. Палеолита тех времен, на которых вообще не осталось никаких письменных остатков. Все на что можем опираться только на факты и чем больше фактов мы сможем извлечь из среды, тем больше мы сможем рассказать о той жизни. Самое главное, современные науки об Атлантидах нужны смелые и петливые умы, пожелавшие связать жизнь с редкой и сложной и чрезвычайно захватывающей областью знания. Здесь вы можете видеть план местонахождений рядом с Атлит-Ямом, Атлит-Ям крупнейшие из них, но им не ограничиваются. На самом деле, на сегодняшний момент нам известно уже больше двух с половиной тысяч местонахождений доисторической эпохи из-под воды, и несмотря на то, что серьезной этой проблемой ученые стали заниматься в 70-80-х годах с появлением специальных технических средств и формированием общих представлений о том, как и зачем это нужно делать. В числе неупомянутых ранее, но тех памятников, которых стоило бы рассказать, находится Павлопетри, один из самых древних, известных нам затонувших городов, возраст его более трех тысяч лет, и относится он к бронзовому веку. Чрезвычайно интересно, что Павлопетри, во-первых, эти руины были известны античным грекам, и этот город имеет развитую систему улиц, литературно представление нетипичное для городов того времени. Основная часть моя закончена, если у нас еще есть 15 минут, мне бы хотелось коснуться основных этапов изучения и сохранения подводного наследия. Начинается работа археолога с разведки, и разведки литературной, и разведки, которая производится на местности. Когда мы определяем, где может располагаться интересующий нас объект, и с использованием непосредственно водовазного обследования или специальных приборов устанавливаем некие интересующие нас зоны, подтверждаем нахождение там археологических артефактов, после этого начинается планирование раскопок. Иногда между разведкой и раскопками может пройти многие десятилетия, и копать этот объект будет уже другой археолог, потому что для того, чтобы трогать этот объект, нам нужно понимать, что мы действительно сможем извлечь из него какую-то ценную информацию, но и не разрушить его, отрезав будущим поколением знания и разрушив этот объект, потому что та техника, которая считалась нормальной или передовой в начале века, те же самые раскопки антикефера, с нашей точки зрения сейчас выглядят как варварство. Вполне возможно, что раскопки, производимые современными археологами лет через 50, тоже будут выглядеть как разграбление гробниц. После того, как в процессе раскопок предметы фиксируются, описываются, составляется полная опись и флан раскопа, отбираются все необходимые анализы, предметы поступают на предварительную консервацию и реставрацию. После же они попадают в музеи, подвергаются процессу музеификации, контекстной обработки, создания экспозиции, позволяющей инфраструктуры, как в случае с подводными комплексами, которая позволяет широким массам ознакомиться с археологическими находками. На данном слайде представлена методика одного из основных видов водолазной разведки, водолазного поиска, когда какая-то территория разбивается, обследуемая территория разбивается с помощью веревок и буйков на сектора. Иногда для этого используются жесткие границы в случае, если есть существенное течение, волнение, либо рельеф. Иногда используются атом, тщательно фиксируя все встречные находки на карту, в планшет. археологи производят обследование. В тех случаях, когда нельзя выполнить полосовой поиск, используется круговой поиск. Спасывается буй с грузом, плангист закрепляется за этот буй и потихоньку отпуская линь, как стрелки часов, производит обследование до тех пор, пока полностью не вытравит свою линь. После этого груз переставляется и производится обследование следующего круга. Следующим этапом и неотъемлемым этапом подводно-археологических работ является фиксация и картирование. Без картирования и четкой фиксации каждого артефакта, учета взаимного расположения глубин и расположения берега, никакой полезной информации археологиства или раздробления. Среди технических средств наиболее востребованной для современной подводной археологии оказывается гидролокация, так как она при небольших относительно затратах позволяет нам получить максимум визуальной информации о состоянии поверхности дна. Здесь используется принцип отражения акустического луча тонкого от поверхности и формируется псевдоизображение, которое благодаря достижению современной акустики почти фотографически повторяет расположенные на дне объекты. Однако специалисту, работающему с гидролокационными изображениями, требуется определенная подготовка, а иногда изрядная доля фантазии, чтобы в причудливых тенях, искаженных качкой под поворотом до датчика прибора или особенностями попадания луча на поверхность определить какой-либо объект. Другим мощным средством является многолучевой халот, который позволяет нам подобно 3D-сканеру получать данные о взаимопространстве расположении объектов на дне моря и строить цифровую модель рельефа местности. Донный профилограф позволяет нам заглянуть в толщу осадков и найти объекты, скрытые поддонными отложениями, которые могут быть совершенно не видны на изображениях с гидролокатора или многолучевого халота. В паре с донным профилографом работает и магнитометр, который служит для тех же целей, но основан на других физических принципах. Магнитометрия прочно основалась в археологии сухопутной и морской и многократно доказывала свою полезность. Относительно новым, при этом хорошо забытым старым, поскольку первые фотограмметрические снимки пытались делать еще на самых первых подобных археологических раскопках с использованием больших форматных камер, специальных ящиков, стала компьютерная фотограмметрия, которая позволяет нам по серии изображений получать точную карту и 3D-модель исследуемого объекта. Причем с развитием технологии фотограмметрия стала хорошо работать, в том числе и в внутренней воде, и в некоторых случаях является единственным способом представить полное изображение объекта, помимо акустики. Это один из примеров фотограмметрии, созданной в ходе работ нашей команды. Кижанка, лодка, найденная на дне озера, в очень заиренной воде, тем не менее 3D-модель позволяет нам при практически полном отсутствии прозрачности получить общее представление о форме, длине и взаимных расположениях отдельных частей новосудна. Грунтоуборочная работа производится с помощью специальных приборов аирлифта или грунтососа, разный прибор, который также называется у нас гидроэжектором, английский часто называется дредж. Используются они для удаления муки, подъема мелких и иногда крупных предметов на поверхность. Аирлифт, как правило, используется на глубинах больше 30 метров, поскольку для него работа мощный компрессор и разница между давлением на глубине и на поверхность. На глубине 30 метров обычно используется гидроэжектор, который позволяет также при нехитрой модернизации производить размывание грунта и удаляет мутную воду, образующуюся в результате раскопок. После того, как предметы описаны, зафиксированы, погружены в индивидуальные контейнеры, возникает проблема поднятия их на поверхность. Мелкие предметы весом до нескольких килограмм может взять эквалангист. Где-то на границе 50 килограмм грузово-подъемность эквалангиста заканчивается и для поднятия более тяжелых предметов нужны специальные устройства. Это либо специальные воздушные прошутты, либо контейнеры, иногда под подъемные экраны, которые стоят на судне и по команде водолазов поднимают объекты на поверхность. При извлечении хрупких или очень сложных объектов нередко прямо на дне вокруг них создают жесткую брюшотку, каркас и поднимают их вместе с частью дна, а потом поместив уже в музее или в специальном ангаре под воду, продолжают аккуратно в комфортных условиях обследовать данный корабль мест. Важным этапом подводно-археологической работы является консервация поднятых из дна находок. Здесь вы можете видеть пример консервации и реставрации кафтана, поднятого водолазами Центра подводных исследований русского биографического общества со дня Балтийского моря. После реставрации кафтан сохранил практически первоначальный вид. При этом надо сказать, что в отличие от аналогичных вещей, находимых на суше, здесь потребовалась хотя и сложная, но реставрация совершенно другого уровня. Мы возвращали первоначальный облик вещи, они реконструировали ее заново. Деревянные находки подвергаются также постепенному высаливанию, удалению солей, если находка была найдена в морской воде, или удалению других растворенных веществ, солей, напрямую не упадающих в осадок соединений серы, если находка была найдена в кресноводных водах или в грунте. На тех объектах, которые по ряду причин нельзя оторвать от дна или приходится оставлять на время раскопок, которые могут подвергнуться разграблению, иногда устанавливают защитное сооружение в виде сеток, которые прочно крепятся ко дну и закрывают объект от доступа вандалов, но при желании любопытным ныряльщикам позволяют ознакомиться с ним. Одной из форм музеификации объектов подводного наследия, делающих их доступными для широкого круга людей, становятся подводные парки, представляющие собой комбинацию подводно-археологического памятника, ТЭФ-центр, когда подводно-археологический памятник соответствующим образом модифицирован, какие-то, например, в части случаев оригиналы скульптур заменяют на копии, которые не подвержены разрушению, аналогичные, которые создают у погружающегося под воду человека полное ощущение оригинала. Разрабатываются туристические маршруты, ставятся таблички с пояснением, организуется перебрежная инфраструктура, которая позволяет до погружения понять, что же будет видно под водой, провести время, приятное использование. ранее было продемонстрировано поднятие корабля Нанхао-1, это китайский корабль. Как раз он был помещен в специально построенный для него ангар, музей Силкроуд, шелковый путь, и его дальнейшее исследование производится уже в бассейне в закрытом Мангаре, а не под водой. Крупнейшими тематическими музеями по подводной археологии являются музей подводной археологии Картахен, музей подводной археологии Бодрум в Турции, музей Вассе в Стокгольме, музей Мэри Роуз в Портсмуте. Определенный интерес представляет музей Кибуца Нашхалин, музей подводной археологии Плая Боннета. В России тоже функционируют тематические музеи и экспозиции. Первый российский подводно-археологический музей не так давно перестал существовать как музей подводной археологии и вошел в состав Судакской крепости, однако его экспозиция продолжает находиться в Крыму и вы можете ознакомиться с ней в Судакской крепости и на даче Стамболя в Феодосии. Продолжает функционировать музей Фанагории, который помимо подводной части ознакомит посетителей и с находками сухопутной части. Одним из музеев, претендующих на название музея подводной археологии является музей истории Кронштадта, содержащий увлекательную экспозицию в истории Балтики, подводной истории Балтики и не только. Также большая коллекция содержится в Выборгском объединенном музее-заповеднике. Херсонес Таврический также имеет хорошую коллекцию подводно-археологических находок и отдел подводной археологии, который сейчас производит обследование древней гавани Херсонеса. Уже ранее поменянная Судакская крепость, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, расположенный в Керчи и его филиалы, и, конечно же, музей Мирового океана. Если вы так, прошу прощения, если вы хотите приобщиться к подводной археологии, можно поступить в магистратуру, магистрскую программу Севастопольского государственного университета, которая сейчас реализуется по специальности морская археология. Морская археология чуть более широкая подводная археология, но, в принципе, занято одно из экспедиций. Это экспедиция ЦПИ РГУ, экспедиция Эрмитажа по изучению свайных поселений в Смоленской области на реке Сертея, Акринская подводно-археологическая экспедиция, Фанагорийская экспедиция, Патрейская археологическая экспедиция действующей недалеко от Фанагорийской и, конечно, даже Херсонай Ставлический. Спасибо за внимание. С радостью отвечу на ваши вопросы. Иван, спасибо огромное за презентацию, за эту лекцию. Действительно, ваша профессия одна из самых вдохновляющих, захватывающих. И самое замечательное, что нашим молодым слушателям действительно есть еще что исследовать, что раскопать. я же правильно поняла, что работы еще хватит на столетие вперед. Да, если не на тысячелетие, потому что за время, за это время еще что-нибудь. чуть-чуть пропала связь. Алло. Да, 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 да. Работы хватит нам не только на столетие, но и на тысячелетие, потому что за это время наверняка потеряется связь поколений, что-нибудь утонет. Профессия подводного археолога, надеюсь, будет долго еще актуальна. Спасибо, спасибо огромное. Я напоминаю нашим молодым слушателям, ну и всем интересованным, нашим гостям сегодняшних лекций, что лекция будет доступна в записи, и если остались какие-либо вопросы к Ивану Горлову, вы можете задать их на сайте комплексных мероприятий www.univet.ist.su Ну и самое главное, можете направить в форме обратной связи сразу же здесь по лекции. Мы направим эти вопросы Ивану, и как только он ответит, мы опубликуем их на нашем сайте. Еще раз спасибо вам, Иван, за вдохновение в этой лекции, и до новых встреч с вами. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А у нас буквально пятиминутный перерыв. и...